Всем доброго дня! Сегодня буду готовить простой вкусный субботний обед. На обед у меня будет куриное филе с грибами в сметане, макаронные изделия бантики и простой вкусный салат с колбасой, крабовыми палочками и яйцом. Получается очень вкусно. Ну что, для начала мне понадобится куриное филе. Я его уже все промыла, обрезала все лишнее. Шампиньоны, морковь, лук и 15% сметана. Жарить я ничего не буду, буду только тушить. Для начала мне понадобится 300 мл воды. Я добавляю это все в кастрюлю и довожу до кипения. Режу лук полукольцами. Как вода закипит, лук добавляю в воду и немножко его кипячу вместе с водой. Ну где-то минутки может быть 2-3, чтобы он стал немного помягче. Далее, когда лук немножко вот так уже проварится, добавляю тертую морковь, лавровый лист, сушеный чеснок. Можно добавить любые специи, какие вы любите. Паприку. Далее, все это нужно немножко присолить и приперчить по вкусу. И все это перемешать. Вот видите уже какой насыщенный получается такой соус. И не нужно ничего жарить, будет очень вкусно. И будет очень полезно. Дать, чтобы это немножко все прокипело, минутки 3. Вот видите уже прям такой насыщенный соус, вкусный. Далее, выливаю сметану 15% Можно побольше. Я добавила прям, знаете, побольше, чтобы бульон получился такой, знаете, как сказать, молочный такой. Молочно-морковный. Видите, какой он приобретает уже цвет. После того, как бульон немного закипит, добавляю резаное филе. На небольшие кусочки я его порезала. И добавляю все это в наш уже готовый соус. Не бульон, а соус. Филе варится очень быстро. Поэтому минутки 3 ему будет достаточно, чтобы оно сварилось. Все это перемешиваю. Довожу до кипения. Вот видите, оно уже практически готово. Только филе белок свернется, и филе уже будет готово. Далее добавляю резанные грибы. Грибы можно любые. Грибы также варятся очень быстро. Все это вместе немножко, как сказать, закипит, и это будет уже готово. Все это перемешиваю, закрываю крышкой и немного еще провариваю. Протушиваю вместе со всем, чтобы все вкусы объединились и было вкусно. Далее у меня пойдет зелень, как я уже говорила неоднократно. От петрушки я убираю стебли. И отдельно стебли не выбрасываю. А для пряного такого вкуса добавлю. Крошу их очень мелко. Убираю все лишнее, некрасивое. Крошу мелко и добавляю эти стебли вот так. Для вкуса в соус. Можно добавлять эти стебли в любой соус. В суп это будет очень вкусно и пряно. Далее в конце добавляю любую зелень. У меня тут и петрушка, и укроп, и немножко свежего лука. Все это перемешиваю и довожу до кипения. Смотрите, какая вкуснота получилась. И не нужно ничего жарить. Получается очень вкусно и полезно. Филе получается очень нежным. Ну прям просто сказка, а не блюдо. Если филе недосоленое будет, это скорее всего можно уже, как вы уже, например, протушите, можно еще досолить. Пока у меня вскипает вода для гарнира, вот у меня уже готовое филе, я буду делать салат. Для салата мне понадобится 10 яиц, немного колбасы, у меня вязанка хорошего качества, крабовые палочки, лук. И забыла сказать, нужно добавить еще кукурузу. Для начала я уже нашинковала лук. Далее идет колбаса. Потом идет кукуруза. Крабовые палочки. И яйцо. Очень вкусный и простой салат. Не смущайтесь, что крабовые палочки, они дают такой очень приятный вкус. Далее я немного это все присаливаю, приперчиваю. Салат будет со сметаной. Кто не хочет сметаны, можно добавить майонез. Но я уже, мы что-то уже отказались прямо от майонеза, категорически. Добавляю еще зелень. Добавляю сметану. И все это перемешиваю до однородности. Салат получается очень простой и нежный. Можно даже дать, чтобы салатик немножко постоял, минут 30. Чтобы он, знаете, насытился все вкусы, чтобы объединились и он насытился сметанкой. Очень вкусненько получается. Хотя я не люблю салаты. Ну что, вот такое у меня готовое филе с грибами. Посмотрите, пережарки абсолютно нет. Какой оно получилось, цвет, вкус, гарнир, как я уже говорила. Макаронные изделия, бантики. Ну что, будем пробовать, что я наготовила. Кладем салатик. Такой вкусненький. Дежурный салат. Я считаю, такие продукты могут быть дома всегда. Поэтому готовьте такой вкусный, простой салат. Далее. Кладу немножко бантиков. Я себе кладу немножко. Мужу, конечно, я уже выложу поболее, поболее, побольше. О себе слегка. И филе. Посмотрите, какое оно получилось. Насыщенное, очень вкусное. Вообще нет масла в филе. Видите, сколько бульона. Бульон такой молочный, такой густой, хороший. Грибы дали такой приятный вкус. Побольше наливайте соуса. Видите, сколько соуса много. Сейчас будем пробовать. Беру салатик. Ммм, какой нежненький. Прям вкусняшка. И филе с бантиками. Очень вкусный соус. Очень нежное филе. Так что всем рекомендую приготовить такой субботний обед. Всем приятного. Будьте здоровы. Будьте здоровы.